Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков и в этом видео я предлагаю разобрать артефакты от подписчиков. Дело в том, что множество людей начинают потихоньку просыпаться, они видят вокруг себя совершенно другой мир, начинают обращать внимание на те вещи, на которые раньше внимания вообще не обращали. Это приводит к уникальным открытиям простых людей, которые находят неизвестные пирамиды, артефакты предыдущих цивилизаций. Но науке это совершенно не интересно, потому что это все перечеркивает просто то, что мы называем наукой, в первую очередь исторической, не вписывается ни в какие концепции. Ну а нам же это интересно, потому что мы хотим знать правду, как же оно обстояло дело на самом деле в прошлом, для того, чтобы, зная прошлое, мы можем тогда построить будущее, для того, чтобы исключить те ошибки, которые мы делали и раньше. Друзья, вы знаете, что рекомендую синтезит для энергии и комплексного улучшения всего организма. На днях пришли результаты нового исследования синтезита учеными из Германии. Результаты исследований подтверждают многочисленные отзывы потребителей с синтезита об улучшении работы сердечно-сосудистой системы. Аритмия тоже прошла после синтезита. Ну я вот тёще дал капсулу синтезита, и реально у неё через 15 минут прошла голова, она пошла, померила давление, у неё нормализовалось давление. Ушла аритмия. 135 на 90 и 150 на 95, это существенная разница, я считаю. А после принятия синтезита я уже два года не была у кардиолога. Вот после двух порций я прекратил пить всякие прошли, давление вообще, всё прекрасно. И таких отзывов тысячи. Рекомендую обязательно попробуйте синтезит. Только для моих подписчиков скидка 20% по промокоду ВИКТОР20. Я забыл, что гипертоника, в общем, немножко. Все ссылки в описании. Теперь же предлагаю приступить к рассмотрению вопроса по сути. Буквально в октябре 2020 года житель посёлка Шилово, Рязанской области, обнаружил очередной фесский диск на территории России. Как я и говорил, в любом нормальном зрелом обществе это бы стало мировой сенсацией, потому что, как вы знаете, фесский диск, который нашли больше 100 лет назад, который я на своём канале расшифровал и показал, что он имеет корни из Сибири. Но, как вы понимаете, никому это не интересно. Хотя все параметры этого фесского диска, все знаки, которые на нём изображены, они полностью идентичны фесскому диску. Его повторяют. Человек нашёл это в своей Рязанской области. Причём до этого в Рязанской области находили сооружения астрономические, опять же, связанные, похожие на Стоунхендж. Поэтому нечего удивляться, что тот же фесский диск, который является основой календарной системы древних славян, был найден в той же Рязанской области. И по России их, я повторяю, было найдено всего пять. Но, повторяю, официальной науке это совершенно неинтересно, потому что она перечёркивает фактически все официальные данные и показывает, что все первоосновы цивилизации находятся в России. А это, как вы понимаете, уже запрещено на самом высоком уровне. Поэтому в России нет ничего исторического, быть не может, говорят они. Поэтому любые подобные находки совершенно никому не интересны. Они интересны только простым людям, которые хотят знать правду. И я в своём видео показал, что подобные это уже пятый фесский диск, найденный в России. Прародитель этих всех фесских дисков Молтынская пластина. То есть древнейшая календарная система на Земле, которая найдена в Сибири, которой примерно от 20 до 27 тысяч лет дают. Она первоисточник всех этих дисков. Потом за ним был Владикавказский диск, вот этот осколок, который даже отсылали фотографию его на Крит. Получили из Крита письмо, что да, стилистика полностью совпадает. Потом ещё на... Там же на Кавказе был ещё один фесский диск, подобный ему найден. Вот сейчас найден в Рязанской области диск. То есть всего около пяти фесских дисков, их осколков, были найдены в России. Но это никому не интересно. Они теряются где-то, пропадают. И, соответственно, они становятся частью культурного наследия, в принципе, славянской русской цивилизации. Поэтому только интерес людей может переломить подобное положение вещей. То же самое интересные находки присылали люди, когда я рассматривал их вечные лампы, которые горят по две тысячи лет. Человек прислал фотографию объекта, который круглый, который при обычном освещении ничем не отличается от других, но после того, как наступает тьма, он начинает светиться. И светится, соответственно, без каких-либо-то источников энергии. То есть удивительное рядом подобные системы сохранились еще в некоторых местах даже нашей Земли. Я это все подробно рассматривал. Перейдите, все материалы будут в ссылках в описании под видео. Можете перейти и ознакомиться, если вы что-то пропустили. Ну и самые интересные находки. Дело в том, что сейчас очень много внимания уделяется Марсу. И многие исследователи, люди наблюдают на том, что на фотографиях Марса проявляются определенные интересные структуры, очень похожи на деревья. То есть они так и были названы, марсианские деревья. Понятно, что они не совсем такие, как на Земле. Да, понятно, что они имеют какую-то другую структуру, но это жизнь на другой планете, о чем говорят не только веды, но и вообще наблюдение и здравый смысл, что какие-то формы жизни должны быть. То есть ссылки, опять же, на материалы в описании. Ну, ученые пытаются это объяснить, конечно, с другой точки зрения, что нет, это не деревья, это что-то другое. Ну, то же самое можно сказать. И вот об этой официальной версии, которую я вам сейчас прочитаю. Марс – это планета, у которой миллионы лет назад отстыло ядро, считает наука. Следовательно, вулканической активности на планете быть не должно, так как красная планета не способна удерживать магнитное поле. Вследствие чего искать там жизнь было бы глупо. Официальная версия. Но, обратите внимание на этот вулкан. Он взял и начал извергаться. И при том этого уже не скрыть. То есть деревья там, они маленькие, можно как-то скрыть. Сказать, ну, это там светотень, не так сняли, как бы, это кирпичи какие-то неправильные. А теперь эту сенсацию уже не скрыть. Потому что научный мир потрясла новость об извержении, как считалось ранее потухшего вулкана Арсия. Это самый южный вулкан Марса, находящийся почти на экваторе. Высота вулкана составляет более 9 километров. То есть Марс, сама планета жива, происходит какая-то вулканическая деятельность. А это значит, что и определенные формы жизни на планете возможны. То есть люди подобное в сети замечают, опять же присылают мне ссылки. Я обращаю ваше внимание на это. Также я в предыдущих статьях обращал ваше внимание, что вообще-то вулканы это входы в полую землю и нашей цивилизации. Куда приземляется НЛО, куда входят и не выходят. Почему я это говорю? Потому что вот одно из видео было, где возле Фудзиямы зависает круглый объект, явно искусственной природы, который сам себя пытается маскировать, и вот от него идет такое облачко. И, казалось бы, ну, может, и единичный случай. На самом деле вот человек Александр Бергер фиксирует подобные облачка в Норвегии, то есть они куда-то движутся, как-то странно образовываются, причем интересно, имеют правильные формы очертания, их как бы не одно, а множество. То есть подобные эффекты происходят по всей Земле, то есть или это скрывающийся НЛО, или какой-то интересный природный феномен, нам неведомый. Но факт остается фактом, что люди продолжают прозревать, смотрят на природу совершенно другими глазами, фиксируют необъяснимые явления, которые могут быть и деятельностью как раз высокоразвитых цивилизаций, которые существуют параллельно с нами, в том числе и подводных, и подземных, ну и те, кто живут в других измерениях. Казалось бы, ну, что может быть еще интересного на нашей Земле, обратите внимание на левую фотографию, когда в кусочке гонтаря мы видим мальчика с пальчика, ну, только в виде скелетика. Это я нашел в сети, но, опять же, подписчики обращают мое внимание, что в Антарктиде, вот правая картинка, были найдены подобные же скелетики. Окаменевшие, вот они, то есть их возраст, ну, как бы относят миллионы-миллионы лет. Факт в другом, что это люди, то есть у них полностью костная структура человека современная, только очень-очень маленькая. То есть, фактически, это легенда про мальчиков с пальчиков. Но, наука нам не говорит, а откуда они вообще появились. Были ли какие люди-то? Были не только гиганты, но и люди более маленького роста. Я в своих видео говорил, что это, скорее всего, лунные жители с различных лун, которые, как бы, прибывают на Землю, ну, и здесь, как бы, тоже находят себе места жительства. Почему нет? Они были известны в легендах прошлого, но сейчас эти артефакты найдены в Антарктиде. И они показывают, что мы ничего не знаем о прошлом нашей Земли, о том, какие цивилизации нас окружают, с какими мы живем. И, опять же, это будет, мягко говоря, малоизвестные артефакты. Их там нашли и забыли. Потому что они не вписываются ни в какую концепцию науки. То же самое можно сказать и про пирамиды в Антарктиде. Пытались их скрыть, пытались сказать, да это фейк там, ничего нет, это кто-то там что-то нарисовал. Но, опять же, группа исследователей обнаружила с фотографировой в Антарктиде три древние пирамиды. Ну, по всей видимости, искусственного происхождения. То есть, в состав исследовательской группы вошли восемь исследователей из Америки, несколько исследователей из европейских стран. То есть, они их зафиксировали. Тоже мои подписчики обращают на это внимание, что эти пирамиды обнаружены, подтверждены. То есть, они существуют в Антарктиде. То есть, две из них примерно находятся в 16 километрах от берега, а третья очень близко к береговой Литии. То есть, опять же, науке это неинтересно. Этого быть не может. Но, тоже можно сказать про неизвестные пирамиды в Америке. Вот, один подписчик присылает пирамида такому США. Как вы понимаете, она никому не интересна. Вот тут они ведут свою какую-то хозяйственную деятельность. А то, что буквально у них на заднем дворе находится гигантская пирамида, непонятно кем построена. Ну, как бы, да кому это надо? Но наши люди, есть наши люди, видите, они обращают уже внимание на подобные нюансы. Тоже пирамида Самарская Лука. Примерно где-то в районе Царевщины. То есть, опять же, четко пирамидальная структура. Да, нужно проверять, но очень-очень похоже, что это тоже пирамида. Опять же, неизвестно, кем построена и когда. Еще один подписчик прислал. 100 километров от Биробиджана. Тоже определенные пирамидальные структуры. Может, какие-то курганы с разветвлениями. Опять же, мы знаем, что в том регионе жили могола-тартары белые. Они же скифы. Они же простые русские люди, славяне. Опять же, регион не изучен, но как мы видим, структуры очень напоминают маленькие пирамиды или очень интересные действительно курганные захоронения определенные. Помните, повторение мать учения на информацию с первого раза никогда не усылается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению. Больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт. Ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения. Либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины. Именно иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды, это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней. Потому что они не рестораны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние. А значит, будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.